Вот у нас также пришли. Ну и что, не ошибся? Нет. Я тоже. Есть по минуте воды. Вышвести. Ну, Богом, по своим делам. Да, вопрос. Однокурсник. Брат, пристань немного. Да. Отошел. Вспомнились. Я не могу сказать это. Я могу только сказать, если не буду, то если бы я хоть как-то облегчить. Чисто вылечить. И не обменив. Видите, что многократно сказали, что принято было у меня. Зеленый. Зеленый. Добрый человек. Давай помолись. Ну? Помолись, когда себя... Я не могу сказать, что... Я не могу сказать, что... Я не могу сказать... Что, все уже рассосались. Там полная комната там. Доходим. Надежда. Ты, мы тряхаем комнату. Я не могу сказать, что... Я не могу сказать, что... Чарю небесный, утешителю души истины, и живи везде сыт, и все исполняй. Царевище благословище благословище. И жизни подателю. Приди, селиться в ней, и отчистены от всяких скверны, и спаси благословище души наши. Господи, наш Бог, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Прибудь с нами, благослови наше собрание, Господи. Господи, научи нас следовать строго по окроваленным Твоим стопам. Принимай все с благодарностью, без ропота, уныния, отчаяния. Господи, научи нас распознавать знаки, которые Ты расставил на пути спасения. Чтобы мы понимали это и шли ко спасению, дарованного Тобой на Голгофском кресте. Тебе славу вас, славу вас, славу вас, святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Сегодняшнее толкование. Толкование на сегодняшнее чтение. Сейчас читать думаешь? Так, реши вопрос один. Так, как с Черепановым Василием Николаевичем? Так, на этой неделе мы не виделись. Все в силе, я до Пасхи ему возвращаю. Ну, у тебя деньги-то есть, ты передай ему. Где он там? Нет, были бы деньги, я бы отдал без разговоров ту же секунду. Ну, ты говорил, до Пасхи рассчитаешься. Ну, до Пасхи. Ну, говорю. Ну, так, рассчитаешься, нет? Да. То есть, я найду и отдам. Ну, так не водится. Это не... Если найду. А не найду, так еще четыре года. Ну, не надо это так. Это никуда не годится. Меня спрашивают, что вы 158 статью не знаете? Ну, какое? Мошенство называется. Это же уголовное дело. Если я сотрудница с местом, интернет прямо брушился на меня. Это ваша община такая. Только выманывать у людей деньги. Так, Валерий, это не надо, если я найду. Об этом... Нет, он не говорит, что если. Он сказал, найду. Ну, если я найду. Ну, найду. Нет, не если, а просто найду. Он знает, где взять. Значит, знаешь, где взять. Значит, с Пасху, дальше спрашивать не надо. Ты должен отдать. Найти его и отдать ему. И поблагодарить. И попросить прощения. Сходится? Да. Все. Более того, я хочу Володю пригласить. Раз уж вопрос так поднят. Чтобы он снял на видео. Володя может не быть. А, на Пасхальный-то? Может не быть. Нет, не на Пасху. До Пасхи. Ну, хорошо. Только повести, договори с ним. Чтобы заснял все. Все тогда? Да я не один. А то держим в руках Библию, а... Людмила Степановна, кто-нибудь, ходили или нет? Верните книгу мою. Послание к евреям. Святого апостола Павла. Глава девятая. Стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Стих одиннадцатый. Но Христос и Росвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную, то есть не такого устроения. Толкование блаженного филактоболгарства. Ветхозаветное, говорит, богослужение не приводило на небо. Христос же, придя, однажды вошел во Святая, ибо туда обращается мысль. Не сказал, сделавшись первосвященником, но первосвященник, придя, то есть придя на это самое дело, не прежде пришел, потом, когда случилось так, сделался первосвященником. Но целью его пришествия на землю было первосвященство. Не сказал первосвященник жертвоприношений, но будущих благ, так как слово бессильно представить все в точности, то просто и неопределенно назвал благами то, что сделано для нас. Грядущими же назвал эти блага, как бы по отношению ко времени закона. Ибо как то время назвал настоящим, так Христова называет грядущим, как бы в сравнении с тем, или также в сравнении с тайнами, имеющими открыться нам в будущем веке. Здесь он разумеет плоть. Она большая скиния, потому что в ней обитает и Бог, и Слово, и вся сила Духа. Ибо не меру и дает Бог Духа. Иоанна 3.34 Будучи совершеннейшей скинией, она и совершает большие дела. Здесь нападают еретики, говоря, что тело небесное и эфирное. Однако, если бы апостол считал его тело небесным и эфирным, то как бы сказал, что оно не такого устроения? Ибо небо не исключается из числа творений. Итак, что обозначают его слова? С одной стороны, то, что ветхозаветную скинию устроили руки художника Веселеила и его сотрудников. Исход 31.2.6 Скинию же Слово, Бога Слово, образовал Дух. Вот почему сказал, что она не такового устроения, то есть не из этих тварей, но что она духовна и божественна. Ибо ни одна из тварей не имеет в себе самой Бога Слово по естеству. Та же по естеству соединилась с ним. Итак, по веществу тело Господа было подобно нашему и одного существа с нами, как образованное из чистых кровей Пресвятой Девы. По образу же соединения оно выше нас, потому что по естеству было соединено с Богом Словом. Так как веществом для ветхозаветной скинии служили дерева и кожи, золото и серебро, медь и некоторые ткани, то обращая взоры к этим предметам, апостол сказал, что скиния-то не такового устроения, какое нужно было для ветхозаветной скинии. Вообще говорит сравнительно и показывает превосходство Христова. Тело Господа называет и скинией, как здесь, в силу того, что единородный пребывал в ней, и завесой, потому что скрывала божественность. Называет и небо теми же самыми именами. Скинией, потому что она там находится, первосвященник. Завесой, потому что ею ограждаются святые. Стих 12. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Толкование. Вот все изменилось и настолько, насколько кровь Господа превосходит кровь животных, с которой входил в первосвящение закона. Однажды вошел во святилище, то есть на небо, и приобрел вечное искупление. Не временное очищение, как те, но вечное освобождение душ от грехов. Или что однажды вошедший через один вход совершил для нас вечное благодеяние. Обрати же внимание и на выражение «приобрел». Это выражение употребляется так, как будто дело произошло сверх ожидания, ибо освобождение было для нас сомнительно, но он приобрел его. Стих тринадцатый. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело. Толкование. Так как, быть может, многим показалось невероятным, что через единую жертву и кровь одного даруется вечное искупление, то подтверждает это и показывает вероятность всего на основании верования самих иудеев. «Если, говорит, вы веруете, что окропляясь кровью козлов, а также пеплом, смешанным с водой, ибо пепел сберегали для очищения, то как же кровь Христа не очистит душ?» Обрати внимание на его мудрость. «Не сказал, что кровь козлов очищала, но освещала. Не для прославления закона, но для исполнения того, чего он желает. Ибо если, как вы веруете, кровь козлов давала освещение, то вы должны гораздо более веровать в то, что кровь Христа дарует освещение. А что он сказал, это не для того, чтобы возвысить верование иудеев, то смотри, как он прибавил, дабы чисто было тело, ибо освещение было для очищения не душ, а плоти». Стих 14. «То коль мы плачем кровь Христа, который духом святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». «Толкование». «Не архиерей какой-нибудь принес в жертву Христа, но он сам, себя самого, и не при посредстве огня, как телец, но духом вечным, почему и увековечил и благодать, и искупление, и непорочного, то есть безгрешного. Ибо и в Ветхом Завете требовалось, чтобы телиться была без порока, хотя там и сказал «освещает», но прибавил, дабы чисто было тело. Здесь же выражением «очистит» он прямо показал превосходство. «Ибо присовокупляет, что очистит совесть, то есть внутреннего человека, чего там не было. Правда, и там, прикоснувшийся к мертвецу после принесения жертвы, очищался. Но здесь очищение от мертвых дел, поистине, могущих осквернить и отвратить от Бога. Оттуда причастный мертвым делам не служит Богу живому и истинному, но боготворит избранные им дела. Таким образом, чревоугодник боготворит чрево, таким образом корыстолюбец является идолослужителем. Итак, дела такого рода мертвы не только потому, что они чужды вечной жизни, но и потому, что они во время самого совершения их являются мерзкими и ложными, так как прельщают нас, и хотя кажутся приятными, но в действительности не таковы. Богу нашему слава! Дорогие братья и сестры, на то есть сегодня я хочу поблагодарить вас за ваши святые молитвы. Я говорю о моей снохе Алёне, которая сегодня, через кесаревое течение, правда, родила внука Фёдора. Они ещё до рождения определили имя это Фёдор, и удивительным образом совпало так, что Фёдор означает дар Божий, и удивительно, что по святцам это тоже совпадает. И произошло это в перинатальном центре, который называется Божий. Благодарю вас всех за святые молитвы, но теперь прошу молиться о том, чтобы Господь обратил к истине, и саму рабу Алену обратил к истине, поставил на путь спасения, а также её родители Алексея, Наталью, сестру Анастасию. Спасибо, Христос. Венчана из Никиты это? Нет, она не крещённая. Она не крещённая. Не крещённая и не верующая, поэтому какая вещь. В церковь ходит? Ну, намереваются это делать. Намерение есть. У Никиты, я его год назад с ним разговаривал очередной раз, он говорит, если веровать, то нужно веровать, как Игнатий. Может, Игнатий Тихонович, надо так сказать? Ну, он, конечно, надо было так сказать, но мне это с тобой, конечно, надо было правильно сказать. А вы были все неверующие, вот тебе, бабушка, Юрий Генн. Ты, как всегда, прав, брат. Тут не поспоришь. Ну, что там говорить. Так, о болящих братьях и сёстрах мы слышали. И ещё, как всегда, мы молимся о рабе Надежде, Надежде Ивановне, Ольгуева, о брате Николае, который нуждается в обследовании и лечении Антонина. Теперь уже рыба Божия, Любовь, Любовь Петровна, которая осталась одна без сестры, у неё и скорбь, вместе с её болячками. Так что, тоже молитесь о ней, чтобы Господь помог ей преодолеть свою технику в годах. Ну, и не забываем благодарить Господа, что вот у Валентины, пока наводнение не совершилось, она живёт в доме, в своём без наводнения. Отступила или что там такое? Да, прошло всё мимо оттекло. Отступила дела Господа. Столько районов заступила в стране, где девяносто. Там есть с одного брук с ним. Мы молимся о Надежде Васильевне. Её уже не вижу я в третье воскресенье. Третье выходное. Загляни. Она в сапете борется заразить. Любовь Николаевна тоже, вот она ждёт своей участи, когда появятся расходные материалы для того, чтобы произвести оперативное начистое лечение. Ну, а батюшки нашим и отцы Айкиви тоже молимся. Там предстоит операция. Но это будет после Пасхи. А вопрос можно задать по болячим? Да. Вот Любовь Петровна, как бы сейчас одна, она какие-то физические силы имеет ещё. Может быть, её можно привезти в храм, а то это прям легко сделать. Я ей предлагала несколько раз, чтобы она ещё тогда вот по осени, по осени хотела, потому что она выходит на улицу на лавочке сидит. А, ну так вообще. Она говорила, что тяжело ей собраться, и здесь она не сможет быть... Она даже, я говорю, ну сядет, она говорит, я и сидеть не могу. То есть, мы это всё обсуждали. Потом она сказала, что сейчас зима, много одежды одевать, давай до весны, до тепла. Ну, надо вернуться к этому вопросу, хорошо. Да, надо будет, типа, вот встанет поменьше одежды, и мы ещё раз, может быть, напомним. По Пасху, она не выдержит здесь 2-3 часа. Но мы ездили на кладбище далеко. Она сидела в машине. Единственное, что ей залазить высоко было тяжело, она на коленке залазила, машину садилась, но она ехала, сидела, и мы пели, и псалмы читали. Ну, поговорим ещё раз. Я думаю, она сможет посидеть. Ну, в крайнем случае, полежит в детстве. Ещё о ком бы не вспомнили, кому нужна помощь. Людмила Степановна. Людмила Степановна, ну, Людмила Степановна, мы всегда помним молитву. У меня и головокружение. Сиськов Алексей. Сиськов. Он приблизился к владыке, звонил мне, поздравлял с праздником, и рассказал, что он там обращался к владыке по просьбе прихожан того храма, куда они ходят, о том, чтобы там кого-то из людей, которые закончили самоубийством, чтобы его поминали. Ну, я говорю, как вы можете об этом? Вы столько слышали, столько знаете, и можете говорить об этом, досаждать владыке. Ну, одним словом, ну, ходят они вместе. Уже одно то хорошо, что Наталья, которая, жена его, которая отвергала всё, не хотела принимать, теперь она, как бы, доминирует даже над ним, что его подвигает. посещение храма. Но болельщики у него, конечно, остаются, и такова его судьба, видимо, такой рок. Я всех благодарю за молитвы, что обошлось всё. Было очень страшно, наверное, бомб 50 бросили. с Кемерово даже вызвали, это уже последнее. Ну, сейчас вода ещё идёт. Слава Богу. Сейчас боятся, кто не может. Да, вторая волна, говорят, может идёт. Ну, я хотел о наших чаяниях, о детях в интернете, которые... Прости, Роди Христа, я просто хочу передать моё слово брату Валерию, я должен уйти, поэтому спасибо, Христос, за ваши молитвы. Помолитесь, и у меня тоже грешно. Помоги Богу. Спасибо Богу. А вас тому молитву. Говори. Ты, Василий, можешь сказать, ко мне прийти, если я был в Денефту, я всё засниму. Он с радостью приедет. Это вариант даже лучше будет. Я тоже такой вариант думал, но, наверное, потом подумал лучше к нему, чтобы его не дёргать. Вы мне дадите знак, чтобы я был в избе, а то я залезу голубя китры. Да, это хорошо. Ну, брат, будешь говорить? Или уже перебили? Да, говорите. Игнатий Игнатич, регламент сбился. Так, загадку хочу загадать вам. Я знаю человека, который очень много сейчас делает в интернете, ведёт занятия. Ну, нужно сказать, на сегодняшний день это может быть лучшее занятие. При том, и Ветхий Завет, и с детьми. Ну, я вот живу рядом здесь, и узнаю, что этот человек любит купаться. И чтобы уговорили его дождаться, когда вода тёплая будет, чтобы надо его не потерять. Я так, я просто хожу, вижу, как ветер, и никто там не подходит, это сквозняк. И не дай бог такую потерю на Тихий Заветелье. Вы догадались, наверное? Конечно. Ну, вот так. Попросить, не купаться, пока маленько подождать. Ну, как можешь купаться, но ветер дует, и тут такое всё несёт ещё. Я если боюсь, то это боюсь и не исключать. Ну, я хотел рассказать об одном чуде. Мне иногда звонят, и с разных стран даже. Вот вы говорите, и вам Бог отвечает. А как вы узнаёте, что Бог отвечает? Получаю когда. А когда не получаю, мне Бог свидетельство даёт. Ну, как так? Вот я вчера об этом говорил. Кто не был здесь, я повторю. Я к проповеди готовлюсь, и выпрашиваю у Бога. Делаю своё дело, корректирую. Теперь я уже 180 проповедей только откорректировал. Это у меня глаза-то уж не смотрят. С утра до глубокой ночи. Раньше ложусь и ка. Как сделать-то всё это? Найти проповедь. Какая тема нужна? Где не возьму? Тема уже брата. Я наговорил. Я стою на молитве, а мы делаем так утром. Ровно в пять начинается молитва. Считаю молитву я. И заканчиваю. Господи, Владыка, живота моего. А внутри псалтырное чтение. Брат Владимир Александрович считает. И Христу, Богородице, Ангелу-Хранителю Богородице. По молитвослову. А дальше опять я считаю. И вот я просил у Бога прямо, Господи, покажи мне, на какую тему должен сказать. У меня очень часто было такое. Я говорю, а сколько людей, а как вы узнали, что мы эту проповедь хотели? А я до этого объявления сделал в интернете. Какая тема кому нужна? В одну ночь мне кажется 60 бросили. Наверное, все почти я говорил, только показать, где находятся. А здесь никак. И вот Владимир считает, а он всегда говорит так. Псалом 130. И дальше считает. Псалом 131. А я стою рядом, чтобы меня только не видели. Ну и после этого я Аллилуйя восписаю. Не просто молитва, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. В таком радостном духе трижды говорю. А потом он молитвы считает. И он считает последнее, кажется, было. 135-й Псалом, первый стих. Мне как озарение какое-то вот так. Это твое. Я еще не понял ничего. Сейчас я сажусь. Первое. Славьте Господу, и благ вовек милость Его. И вчера на эту тему я сказал. У меня сразу открылось 26 проповедей. 26 стихов. Ну, кто вчера была? Слышала? Да. И сегодня я глянул, но оно передо мной перед глазами. У меня даже сложились цифры. 135. Получается девятка. Девятка – это три тройки. У меня 9 стихов везде. Как вообще строится. Попрошу помолиться, чтобы Господь устроил как Ему угодно. Там все. О чем Давид воскресает. Вчера я приводил такие места. 117. И Псалом. Он начинает говорить так. Славьте Господа, и благ вовек милость Его. Господа. В оригинале слова Господа нету. Такого. Так. Славьте Иегову, ибо Он благ. А другие говорят, там написано Яхву. Никто не знает, что. Потому что имя Божие без глаз не сделано. Ну, допустим, Игорь. Возьмем Г и Р. Г, Р. А теперь догадайтесь, что там. Иван Грозный. Или... Ну, там что угодно. И поэтому идут тысячелетия. А почему? Заповедь. Не произноси имени Господа напрасно. А который не такое, то это ничего сойдет. И Юрий так пишет Бог. Он пишет Б-Г. Чтобы слово Бог не получалось. И который начинает что-то брать, у них тоже так пишет Б. Даже не счета, а депис. Краска. Б-Г. Ну, вчера я первую проповедь сказал на первый стих. Вот этот вот как раз был. Ну, как? Касается? Это сразу возводит на третью ступень. Первая ступень дай. Молишься, чтобы... Господи, пронеси меня только не туда. Господи, помоги. Господи, сохрани. Господи, помоги. Это первая ступенька. Там все. И мусульмане, и буддисты, и верующие, и неверующие коммунисты. Все там. Ну, больно. Больно. Поэтому, которых пытают, они делают все возможное, чтобы скорее убили. Даже жития святых есть. Они там находятся, их каждый день пытают. А друг у них остался на боль. Они ему как-то сказали там. И говорят, ты скажи, у тебя друзья там из органов, скажи, чтобы казнили. На нас деньги тратят, кормят. Мы уже измучились. И он так подошел и говорит, а что ты не дерзь? Они больше не скажут. Ну, и он их казнил. Есть такие стихи, которые прямо говорят об этом. Я должен сказать и показать, что христианам это не подходит. Но остается, он подкрыл нам. Славьте Господу, славьте Иегову. Так сколько раз у нас слово Иегова в нашей Библии, которой мы пользуемся, восемь раз говорится Иегова. Восемь раз. Архимандрит Макарий Глухарев, переводчик которой, он эти имена не стал говорить. Они как Адонай Господа и по-русски Господа. В оригинале слово Иегова встречается больше семи тысяч раз. Это не наше, что с Иеговиста возникли. Они вот, я когда сказал забытое имя Иегова, так они на меня прям наседают. Наконец-то православные начинают пробуждаться, что это имя. Ну, у них как? Узнали имя? Они имя, имя, имя на каждом шугу. Субботники узнали? Субботу. Субботники, субботники. Православие это всеобъемлющее, а секта это узость взгляда на истину. Он глядит через щелочку, что есть. Православные мысли обширно. Первая ступенька. Это просьба. Вторая благодарение. Там мало людей. Ну, если получат, разродилось нормально. Слава Богу, а не разродилось. Есть страны, где задача поставлена любыми путями добиться технического защищения. И сделать, чтобы больше не было родов. Перенаселение. 8 миллиардов стоит где-то 45 миллионов людей на земле. Стоит задача оставить 700 миллионов только. 7,5 миллиардов убрать с земли. Это даже не скрывается. Все, небесный интернет переполнен этим. Но Библия говорит, трое, третья часть. Третья это 2 миллиарда с лишним. Почти 3. Это Бог допускает. И вот, когда начинаем об этом говорить, то здесь мы во вторую ступень. Это третья ступень словословия. Это все проповеди будут направлены прославить Господа. Они все начинаются. Вчера, который я считал, места Писания. Славки Господа, им он благ. Благ их, кто не благ. Так как человек благоидовый? Это добрый. Ну ты добрый же. Добрый. Но это доброта от Отца Света. Библия нам говорит. Я даю такой пример. На занятиях в университете приходили люди разные, там, баптисты, и спрашивали, ну, записка. Вы как думаете, у баптистов, там, адвентисты сидят, у нас Дух Святой есть или нет? Я говорю, написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. И вы признаете, что Иисус Господь? Да, на этой ступени вы имеете Духа Святого. Конечно, на меня священники ополчаются, но это так написано, они никогда по-другому не скажут. А дальше вы не идете. На первой ступеньке, на второй начинаете уже по-своему рассуждать. Без церкви нет спасения. В церкви нет без епископа. Понятно, откуда священство. Они сейчас священники не нужны. В Новом Завете священство не нужно. Я говорю, с переменой священство, перемене законом. С переменой, ну не с отменой Библия говорит. Откройте глаза. С переменой. Вот тебе платок переменить этот, а на другой, на белый. А с отменой это голый череп. Вот такой. Вот и все. Значит, надо смотреть на это. Я говорю о том, чтобы вспомнили и помолились. раз и с братом поговорить, помолиться, чтобы он услышал, что я говорю. Если я начал беспокоиться, это не случайно. Я могу заранее сказать. Надежда Васильевна, это нету. Она же швыркает, сидит, выйдет, солнышко греется. Сколько она уже сидит там? Недели две? Больше. 7 апреля она здесь была. Что я говорю? 7 апреля здесь была. 7 апреля. И недели поболее. Вот такое дело. Я первой просьбой выражаю. Дорогой брат, ты меня расслышал? Побереги себя. Ты очень и очень нужен. Вот сейчас конкретно никого поставить нельзя на это место. Вот за тобой смотри, сколько идет занятия, выступления там где. Это твой полигон. А это-то никуда тебя не денется. Маленько. Ну даже пусть немного холодно будет. Но сегодня пронзительный ветер. Прямо я по крыльцу-то хожу и он через купайку. Откупать. Я знаю, он может и выдержит, но я начал беспокоиться и поэтому моя тревога. Я первой выражаю это, чтобы другие побудили брата не залазить в воду, пока не будут люди купаться. Поберечь себя ради Христа, ради тех, кого он не скоро. Пусть. Мне вообще тут не купают. Так, все, огня. Все, можно? Да. Так, о чадах. В интернете сами родители попросили, чтобы с детьми проводить занятия. Ну, насколько там занятия, не такие у меня занятия, как обычно, потому что не успеешь ничего. Он, сестра побыла с ополинария и говорит, о, целый час, мы столько не удерживаем, целый час, дети, это они ничего не поймут. Поэтому, здесь-то нам давали, ну, как говорится, эрзац, занятия, остаточный принцип. Тут пока прочитали проповедь, 20 минут, 25 и все. То есть, что нужно им донести? Они только, если писать начнут, это... Мы только, вот они читают, допустим, главу, вчера читали главу, ну, 20-25 минут. Они же дети, они пока приноровятся, пока читать начнут, пока они малюрии выговорят. Ты выговоришь, малюрии? Молодец. Ну, они не выговаривают. Ты можешь по-нибудь поверить? Ну, вот так. И поэтому, пока там все поставят, что читать, что не читать, они же не знают. Вот родители вышли, попросили, но, получается, родители просто сами не знали, как заниматься. А с другой стороны, родители для детей, они все уже взрослые, 10 лет, 10 и до 16. Они все все знают, а когда со стороны все-таки, дедушка, видать, авторитетные нас в телевизоре показывают, может и послушаем. И они до сих пор слушают, начиная с ноября месяца. Ну, вот Господь так даровал. И, правда, не петь они не желают, ни стихотворения рассказывать, ни рисовать, они ничего, ну, так иногда кто-то. Вот, можно там, скажем, там еще Чиркина, из Белоруссии, Анастасия, ну, а так никто больше. Я их спрашиваю, задаю вопросы. у нас вчера была такая тема, такая была тема, ленивец. Кто такой ленивец? И вот мы читаем притчи, шестая глава, и там говорится так, пойди, ленивец, и поучись у муравья. Ну, сказать-то это можно. Я говорю, вот ты, к примеру, ленивец стал. Ну, вырос ты, тебе сколько там, 27 лет будет. Родители знают, что ты ленивец, а ты сам не можешь никак догадаться. И ты ни к какому муравью не пойдешь. Господь это риторически говорит. С чего тебе куда-то идти? Ты шага не сделаешь, ты же ленивец. Чего тебе этот муравей? Вот Игнатин вчера про муравьев рассказывал, что муравьи там, где сейчас топит все это, Орша это, Орск, Орск этот, Оренбург, 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 да. И там они на деревья высокие залазят прям целыми своими сообществами, муравьи, вместе с едой. Да. То есть есть чему поучиться. Как они это определили? Заранее залезли, люди Заранее. Детишек, которые там еще не вывелись. С собой куколки эти, да? И вот сами определяют, откуда идет эта муравья. Ну вот это, ну поучиться не только есть трудолюбие у муравья. Пчела там говорится, пчелей и так далее. Дело все в том, что можно опоздать вообще у кого-то что-то спрашивать. На этом Владимир Мелехин очень хорошее слово тоже сказал, папа Всеволода. Рассказал, что да, надо определяться, уже до того, как ты выйдешь из стен школы, определиться, куда ты хочешь пойти. Ну вот, а я рассказал пример, а Игнат Тихонович всегда говорит, мне очень это нравится, я Игнату Тихоновичу указываю, почему, потому что ни от кого я это не слышал, все говорят, нужно, и он тоже самое сказал, я поправил, нужно, говорит, там найти себе профессию, там, чтобы ты всю жизнь не работал с противной тебе профессией, а чтобы, а я говорю, а мне понравилось выражение Игнатих, на чем сказал, вот на какой труд тебя Господь поставил, тот ты труд должен и любить. Ну и помните, рассказал эту притчу, или рассказ, а может, правда, о золотарях-то, которые китайцы тут были у нас, эти корейцы, ездили и черпали из туалетов человеческой вот эти, афедром, и в бочку, а у этого и называли их золотарями, почему, ну, сейчас скажу, если не догадываетесь, и там бочки у них были, а сверху люк, ну, как вот эти бочковозы, бочка на лошади стояла, и у них были помощники, а помощником золотарь не назывался, только золотарь сам назывался, а почему, он залазил сам, и вот когда там глубоко уже, он, это, черпал сам, все, и ведро передавал, ну, сосуд передавал уже этому помощнику, и вот там передает ему очередной раз, и он помощник этот берет, и что-то раз, и на него опрокинул это все, представьте, он стоит во всем этом, и говорит этому помощнику, ох, и криворукий ты, Ваня там, или кто, Вася, никогда тебе золотарем не быть, эту профессию надо любить, да, и ни один из них не улыбнулся из детей, понятно, вот так, мы так далеко друг от друга отстоим, как небо от земли, вот с вашими поколениями, я смотрю, Анфиса тоже не улыбается, ну, почему, потому что, или вы серьезно воспринимаете, или ничего не поняли, ну, то видно, что ты серьезная, да, почему они золотарями называются, эти люди, назывались, корень зола, наверное, или золото, золото, сама ты зола, от слова золото, золото, а почему, вот, когда наполняется коллектор, есть такие, ну, сточные, то платят денежку, сейчас стоит, это, две с половиной тысячи рублей, приезжает, и откачивает тебе, почему, ну, потому что там, тебе самой не вычерпать никогда, и то же самое было и раньше, только в туалетах, приезжаешь, ты платишь этому золотарю денежку, а он это делает, следующий, ну, он берет эту бочку, он ее не вываливает никуда, у него рвы специальные, он туда эту бочку, туда подмешивает травы, и так далее, все это перегревает быстро, подливает туда, что надо, и это еще продает людям, и растет на человеческом, лучше всего, все, росло, сейчас это никто не занимается, поэтому они были золотарями, что хорошо получали за это, поэтому любую профессию, даже такую, как золотаря, надо любить, она тебе принесет нужное, а главное, принесет она тебе, любовь Бога, потому что Господь сказал, в поте лица своего будешь есть хлеб свой, но, есть одно условие, которое Господь, не говорит о нем, но он везде об этом говорит, во всех, в разных притчах, в разных примерах, библейских, говорит о том, что если ты трудишься, то земля, этот труд, он всегда тебе принесет кусок хлеба, говорит, ты никогда не видел праведника, просящего, как нищий, подачку какую-то, потому что Господь всегда своему, обязательно даст этот кусок хлеба, почему, потому что он ищет Царство Небесное, и поэтому Господь видит, что ты ищешь Царство Небесное, Он тебе обязательно даст, чтобы ты не занимался этим, на будущее время, на черный день там откладывая, все, ты иди вперед, трудись, и другим говори о милости Божией, и вот, прославляй Господа, ибо Он благ, ибо Век милость Его, и вот наше чадо, я поставил такую задачу, вижу, что они ничего не поняли, я попросил родителей, чтобы они подошли к своим родителям, там было, некоторые родители были, родственники, не только родители, и чтобы они спросили у своих родителей, кто они, ленивцы или трудолюбивые люди, и второе, чтобы они сами себя определили, когда родители скажут им, ленивцы или нет, чтобы они сами себя определили, правы родители или неправы, что они так, дали такое им, ну, определение, вот так, и на следующее занятие, мы будем с ними разговаривать об этом, кто они есть, что они делают, если они трудолюбивые действительно, что они делают каждый день, что они делают духовного, Кто ходит в воскресную школу, кто стихи заучивает, кто что делает Все-все будет учитываться и будет дано этому ребенку определение трудолюбивой А тот, кто будет ленивец, с тем будем трудиться дальше И очень интересно, что родители скажут Потому что надо подключать и родителей тоже, и не только детей Без родителей дети сами ничего не читают Ну, те, которые помладше, там 10 лет, они не выговаривают эти библейские имена Ну, понятно, что никто с ними не занимается отдельно Вот так, поэтому смотрите за собой, за своими детьми тоже И спрашивайте благословения у Господа на все Все, спасибо Господа Я в тему брата Иру Владимировича Я не знаю, я раньше заучил эти места описания, мы заучили про ленивца Вот, Фрости, ты не помнишь это? Три двойки Сирахова 22,2 Повтори, если помнишь Ленивый Подробен Воловьеву помет Всякий поднявший Его отряхнет руку Всякий поднявший отряхнет руку свою Сирахова, три двойки легко запоминаются То есть двоечник, ленивый Я тут с одним отроком познакомился У нас на улице вот здесь ходит парень один толстенький Он говорит, а я вот не люблю там Он не хочет учиться там и это все Еще тем более, это ненравственные уроки преподают в школе Говорит, так я не люблю их Я говорю, да ты открытый для греха Он говорит, ну да, я хочу, что хочу, то и делаю Вот, и по поводкам уже видно, кто из него растет Он здоровый, кто еще растет упитанный Видно, что сатана его уже обуял эту душу Верит в каких-то инопланетян В Бога он не верит Ну, то есть, и вот так вот Уже все, заложено семя отрицательное Все Как не вспомнить Лермонтова Говорят, что молодежи, он же еще писал Тревожное, смотря на наше поколение Не угрядущее, пустое и темно Всегда подрастающее поколение Это тревога для старших Что ждет их, какая жизнь Что еще? Прошу молитву, у меня планируется поездка Помоги Бог Да С Богом, конечно Тебя пообратил на битву Все слышали Так, ну что, и то еще Надеюсь, еще-то есть что сказать? Есть, пора одного камнетеса рассказать Он жертвовал Он жертвовал В комитете вытесывает Ну, а потом там, куда, на памятники идут И вот, один добрый человек Настолько ему он понравился А тут перебиваются дома И ребятишек много И такая нищета И он, давай молиться Господи, сделай его богатым Иван Митропонович Он такой щедрый И он для церкви помогает И везде все И, наконец, Бог ему ответил Он начал тесать, когда один-то Смотрит, блестит Ну, обычно там, крупицы А он сразу там взял И чуть не пудовая Всемирная, буквально Пластина такая, золотая Ну, у него дело пошло Сразу его заметили Сразу его поднимать вначале Тут оборот пошел Губернатором поставили Замминистра И он думает Дай его попроведу Иван Митропонович Пошел, а там близко не подпускают Он в очередь записался Его там по шее стукнули И он пришел, заплакал Говорит, Господи, а чего же с ним такое Ну, ты простил Я вас сделал богатым Да, Господи Верни того, который был Он утром поснулся За ним обнаружили что-то Коррупция какая-то Ему под суд Он едва-едва убежал Чтобы ее к стенке не поставили И опять сидит и тешит И благодарит Бога Он тоже измучился Прости, да знай о чем и кому Чтобы у тебя было духовное настроение Вот у нас Я разговаривал с человеком Он прошел эту японскую войну Он прямо напротив нас жил И вот с ним случил бы какой Уронил их, говорит, там какой-то церк Часы Туалет А туалет это Как комната, например Вот такая он показывал Ну там дивизия Они одна заходят Они куда не идут В одном месте Уронил туда часы А тогда часы так ценились И он китайскому другу Возьми, да и скажи Чуть-то разговора нету Я их достану А как ты достанешь-то? Там глубина-то какая Метра три уже набрали Он что-то замурлыхал по-своему Тот побежал Другим Сказал И гляжу, говорит, очередь с корзинками А корзинки плотные Они носят Не такой кармыс На палке А тот выгребает С разных концов До обеда выгребли Счастливо Оттого я обмыли А ты говорил не достать Вот я два примера Хотел поделиться Прости, да знай о чем Мы просим Сделай мне, Господи Возможность дать И сдать то, что готовим Проповедь В освете Святой Библии Цена-то ведь непростая Сколько они уже говорят? К десяти подходит? О чем? По которым неизвестен Объем В шестом не входит Объем На седьмой будет Сейчас разговаривали И это не просто так Вот эта вот книга Вот Вот там она лежит Стихи Восемьсот Кажется Двадцать три Страницы Девяносто шесть страниц Светные фотографии Они у вас дома У матери есть А это будет Тысячу триста страниц Каждый том Примерно По сто Сетырнадцать Страниц Светных фотографий Будет Сколько? Они больше не могут брать, да? Поэтому по неволе Приходится растягивать Сейчас я корректурой занимаюсь О которой Вот Говорят Я говорю В видео Там Я проповедь говорю А ее надо перевести В буквенное выражение В город И начали все помощники Они не знают Библии Или слышно плохо Там такая бракадабра Я даже сам автор Я не могу Что они мне дали? Совершенно 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 Таких слов Даже не знаю Они там все это Лепят Лепят Я сижу И все же там было Говорено Я уже закончил Сейчас могу сказать Мы отвезли туда В метрополию Привезли На столе у владыки Еще 40 положил Это 70 Сразу У нас расходится Мгновенно Это Кому? Кому священникам не достало Секретом записало Второе Туда есть владыка С собой взять У кого не было Подарить И третье У них семинария Отличникам Семинаристам Поэтому мы тут Выгоды никакой Не имеем Кроме радости Что Господь сделал так И самое то главное Когда я не знал Как Как В какой момент Давать Где-то Отец Ахим Был в алтаре И он только Вышел оттуда Я ему сразу сказал Мне надо Сумки две Напад Две полные сумки И как раздать Он сказал владыке Владыка сразу Тем ходом Вышел Прямо на меня А я там Рядом стою Ну он вышел И говорит А я вас забойщик Я знаю когда давать И когда начали Они по одному подходить А он поставил Такого здорового Семинариста И он так держит Одному Другому А я сзади Зашел И поторопирую Враги Которые против меня Воруют А они это узнали Узнали С ними потрясение Какое Это 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 что По благословению Владыки Лапкино передают Владыку тронуть Митрополит Он в совете Каком-то состоит Еще у патриарха Они прям Лютой ненавистью Ненавидят И они бросились Так это А что там такое Да К христиану православию Они буквально Они имели К христиану православию А там это Лучшие книги Для священников нету Там все абсолютно Собрано Первая часть Которая была Я материалы Собирал Сорок лет Тут еще Десять лет Добавили И они буквально Заглаждены Что они могли На патриарха выйти У патриарха Дел хватает На него Ну митрополит Он будет с ними разговаривать Они как-то Миссионерский отдел Такой Ну сколько уже прошло И полное молчание Так что Помолиться тоже Что тех людей Бог обратил Эта звериная Злоба Людоедская Прямо Смерти желают Ну владыка Повелел Митрополит Вы знаете Что есть Епископ Архиепископ Митрополит Патриарх Это звание Генерала Генерал-майор Генерал-лейтенант Генерал-полковник Генерал-армии Правильно говорю? Только они Наравне идут здесь Когда на приеме Бывали у столя То Митрополит С генерал-полковниками Рядом сидели Ну такое было По чину Кто-то это Рассказал Ельцину Как он начал Там требушить Которую на седание Перечти туда Вот так Это смешно было Ему понравилось Это он вокруг себя Стал Рихтовать Вот Прости нас Знаешь его Если не знаете Напомню Был мартирий Такой Император В Греции Семья Дочери Кажется Четыре дочери Жена И он настолько добрый Был Налоги понизил Работу получили Там ЖКХ Дешевле Ну все Все сделал Как надо И в это время Один там полковник Он видимо был Поднял восстание Захватил Сколько Он сразу Все отменил До этого указа Казнил его Казнил жену И всех дочерей Президента Президента Не идет Я хочу Сказал И тут же Как меня кто-то Выметает А за него Молитва идет Легко За Путина идет То есть Я вас вспоминаю Безнатузи С радостью Как бы понимаю Почему меня Со всех сторон Не тут Гнали Христа Буду гнать и вас Тебя если Никто никак Не трогает Нигде Это неправильно Сатана Остался Тот же самый Если ты Ему не нужен Сатане Значит Ты давно Там в степях Не находишься Как Затал С чем закончил Ссылку Смерть А после С чем закончили На счета Иоанна Все до одного Казненные были Павлу Голову Петру Голову Отрубили Там Кто был Нет Петра Петра Поставили Не с головой Распяли Павлу Голову Отрубили Ну и так Десчисляют Где Поэтому надо Объединиться В молитве Поэтому приобретайте Интернет И с нами будете Вы у нас Смотрите Сколько Кто может Это делать И поставить Причем безотказно Делают Но их нет Нету здесь Вот эти Я сегодня говорю Я имею Конкретных людей Ввиду Настолько мне жаль Такие помощники Безоговорочные И Они Знают Что нужно Делать И Попросишь Сделают Но никогда Сами не смотрят И Такое сокровище У нас идет В интернете И они Ничего Этого не знают Вы только Натолкнитесь На одни Зарядки Игорь Владимирович И вы увидите В интернете Просто такого Больше нигде нет А эта речь идет О спасении души Мы За то Что я делаю Вот и сдали Я ни одной копейки Ни в рот Нигде не попала Я только Удивляюсь Вот когда я и сдавал Один Тогда интернет Там сообщества Не было Полный комплект На сегодняшние деньги Стоил 55 миллионов рублей Это я один издал Как это может быть Ясно дело Бог это делал Через кого-то И только подарок В миссионерских поездках Из этих книг На 35 миллионов подарили Ну тут понятно Вот что я хотел сказать Значит что Если с Василием договоришься Мне позвоните Чтоб был На земле Не в голубь Я на минутку буквально Отвечу Игнать Тихоновичу Игнать Тихонович Вам отвечаю Я не ожидал Что Вы так заботитесь Обо мне Да У меня научный подход К этому делу Во-первых Это мне помогает У меня Как коксоантроз Этот наверное Начинается Или что У меня бедро болит Очень сильно Но когда я плаваю То буквально там Через неделю Все у меня проходит Я вообще Ну как Нормально начинаю Передвигаться И все Ничего тут не заклинивает И так далее Во-вторых Я подхожу Не просто А бы как нибудь Залез в воду И все Во-первых Начинаю я плавать С 1 мая Сейчас 21 апреля Я начинаю С 1 мая Ну Могу Чуть раньше Но это опробовать воду Я смотрю Тут Есть В метеосводках Я смотрю Сколько Вода В обе Прогревается Начинаю я Приблизительно С 9 10 градусов Плавать Сейчас вода 3 градуса Почему Идет ледяная вода С гор Я геолог Просто я понимаю Что такое Паводок Так что И вот Когда вы видите Допустим 9 градусов Посмотрели Состояние воды В обском Гидросистеме Посмотрели 10 градусов Значит Все Я уже Начинаю Заплывать Почему Мое тело Выдерживает Бренное А если Ниже Допустим Градусов 7 8 Оно у меня Замерзает Тело И я Двинуться Не могу В воде Ну так Усилием воли Или Божьей помощью Сдерживаю С себя Ну чтобы Поплавать Там так Порезвиться Как тюлень На просторах Океана Я уже Не могу Мне это Не надо Я Вы говорите Он купается Я не купаюсь Я плаваю Я никогда Не купаюсь Я зашел И поплыл Все Я плаваю 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 Я не стою Там Или как Вон Бултых Опять Бултых Туда Я говорю Что ты Бултыхаешь Ты плавай Она не понимает Ей не нужно У ней все Двигается Все хорошо Ей интересно Понырять Ну или там Еще какие Пацанята Бывают Пацанята Смотрят На меня И заходят Тут же Раздеваются Свои эти Красивые Все Кроссовки И такие А можно Я говорю Река большая Заходите Пожалуйста Они начинают Заходите Там сначала Выскакивают Потом Помаленьку И не одна Уже такая Там пара Была у меня Этих ребят Которые Смотрят На меня Заходят И все нормально Ничего с ним Ледяная вода Плывут Плывут Сколько времени Можем Водяной Быть Авария Ох Я думаю Что Минуты Две Это максимально Пять минут Предельная Норма Ну это Это Если Подготовился А если В одежде Все Утащить Я то Еще Специально Одеваюсь И Прошу Помолитесь Пожалуйста Чтобы я Нашел Для себя Аквакостюм Еще Аквакостюм Нет Ну вы просто Я говорю Что Аквакостюм Есть Есть Для таких Плавательный Специальный Костюм Он От Пяти Миллиметра Четырех Миллиметров И до Двенадцати Миллиметров Ну двенадцать Это уже Прям В холодной Воде Можно плавать Прорезиненный Какой Ты прорезиненный Ты что Называется Неопрен Костюм Неопреновый Костюм Вот И тогда Можно легко Он одевается Курточка такая Штаны Курточка Натягиваются Прям На носки У меня носки Из неопрена Носки Я эти носки Одеваю И плаваю В них Если без этих носок У меня Ногу вот так Пальцы сводят В щебень И все Я ничего не могу сделать Один раз Игнатиныч Просто видел Как я заходил В апреле Двадцать восьмого Апреля Попробовать воду Я зашел по пояс И мне вот эти ноги Вот так Свело Я назад Еле выпался Оттуда Синий весь Он увидел Это и боится Сейчас Я просто пробовал Воду Игнатиныч Я не смог бы там Плавать Я не можешь Я простой человек Просто Мне надо плавать И все Любой может Выдержать Я всем Говорю людям Но они заходят И убегают Вот такие глаза А одна женщина Прямо разделась Тут же Увидала меня А я вижу Вы тут все время Плаваете Холодно же Я говорю Вы попробуйте Сами А она тут же Вот так Раз Разделась Такая Стоит уже В неглиже И такая Забежала Ну возрастом Как я наверное Забежала Такая туда И как расплавалась Ничего себе Она Правда Можно плавать Так что Еще тут нету Поэтому Игнатиныч Я понимаю Ваши опасения То что у вас Там в воде Вы тяжело Плаваете Но я то Не такой Я хочу еще Ветер Ищи то ветер Когда холодно идет Не надо Конечно Тело охладится Так оно В воде то Ничего не Над водой А у меня Шапка еще На голове Я шапочку одеваю Так что Него нельзя Нет Вы сказали Помолитесь Чтоб когда люди Начали плавать Да никто не плавает Я вам говорю Никто не плавает Никто Все боятся Воду как вы И все Надо Я просто Плавал Учился плавать Я Любитель аквалангист Такие раньше Корочки выдавали Полтора года Я учился Вот у нас было 80 там с лишним Человек Закончили только Шестеро Среди них я Поэтому если Кто хочет Испытать Что такое Вода Попробуйте Себя Но С водой Нужно быть Не на ты Такой там Брат там Помолись за меня Нет С водой Надо Аккуратно А вы правильно Сказали Тогда говорите Что тонут Те кто Те кто Умеет Плавать А не те Кто не Умеет Потому что Те кто Умеет Он Вбухал И побежал Все Раз И нашли Труп Я прихожу Утречком плавать Труп лежит Только на берегу Мужичок В синих плавках Вызвали Как раз там Эти Рыбаки были Я говорю Вы вызовите Милицию Ну конечно Уже вызвали Приехала милиция Катафалк Расспрашивали там Всех и так далее Я говорю Я никого не видел А он вечером Оказывается Там тут такой пирс был Он нырнул с него Или ударился Или что И так одежда Аккуратно сложенная На пирсе И там и лежала Сейчас пирс разрушили Все засыпали И туда строятся дома Все Хотят засыпать Эту часть лагуны До нашего Где-то места А чем объяснить Что Порфирий Корнеевич Иванов не мерз Объяснование Я думаю Объяснование А сколько людей Там Вся страна была Объяснование Не ну Может быть как Беснование Беснование у него было А вот этот талант Который ему Бог дал Это надо было Ну о крещении Может говорить Или что Он начал Себя провозглашать Он сам рассказывал Как он Как Что с ним случилось Он еще молодой был И он рассказывал Что Жизнь тяжелая была Он решил покончить С собой самоубийством Пошел И лег Зимой В ледяную воду Решил Замерзну насмерть Вот такую Решил смерть принять Лежал 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 Долго лежал Полдня Наверное Он так и не замерз Ему надоело Он пошел домой Но с этого момента Он почувствовал Потому что он холода Не боится Вот так Он сам про себя Рассказывал Немцы-то узнали Что он такой Посадил немец В коляску его И целый день Зимой А у него Так одни трусы И он не замерз Знаете Теперь стало известно Что не шпион Никакой Да нет Конечно Он говорит Когда нужен пост Когда у нас не разрешается Суббота Воскресенье Он до часов Знал Я называю его Русский антихрист И еще я предлагаю Те кто молодежь Ну кто желание есть У братьев Пожалуйста Я могу вас с собой возить Будем вместе плавать Научу плавать хорошо Заканчиваем Он был сам у того Так Достойно Я тякова истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херурим И славнейшую Без сравнения Серафим Без искрения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину нашу От нашествия Иноплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которое в тайне Останови Делающих зло Просвети Правителей Страны нашей Чтобы принимали Мудрые законы И всех Начальствующих Также Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В небрежении Своем Пусть Молитвы Страны И пролитой Поклонения Отец Святой Дух Аминь Говори Господи Владыка Слушают И дослышат Рабы Твой Голос Аминь 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 Слава Боже Так оставайтесь Стосунят